В Администрации Волоковского муниципального района подготовлены предложения по комплексному развитию сферы образования Волоковского муниципального района, в части повышения качества образования во всех общообразовательных организациях, в том числе по реорганизации сети малокомплектных сельских школ. В Волоковском муниципальном районе в настоящее время функционировали 39 учреждений в качестве юридического лица, из них в городе 24 школы, в селах 15. Кроме того, функционирует 8 сельских филиалов. Из 15 сельских школ, имеющих статус юридического лица, 11 являются малокомплектными, то есть численность детей в них менее нормативно, менее 120 человек. В малокомплектных школах на сегодня обучается 564 ребенка, то есть в среднем на одну малокомплектную школу приходится не более 51 ребенка. В 22 году на территории Волоковского муниципального района были проведены мероприятия по реорганизации сети сельских малокомплектных школ путем их укропнения за счет присоединения нескольких образовательных организаций к базовым учреждениям. Была проведена реорганизация в отношении 13 школ, двух городских и 11 сельских. В качестве филиала в школе номер 5 была присоединена начальная школа села Ивановка, в школе номер 27 основная школа села Подсосинки, в школе поселка Новониколаевский основная школа села Николевка, в школе поселка Николевский основные школы все Хлебновка-Матвеевка и средняя школа поселка Половановский. В школе села Новоколеводина основная школа была Бруква и средняя школа села Новоколеводина. Таким образом, в 22-м году общее число балаковских школ, функционирующих в статусе юридического лица, сократилось с 47 до 39 учреждений. Общее число сельских малокомплектных школ в балаковском районе сократилось с 22 до 11. В 2023 году планируется продолжить работу по реорганизации сети малокомплектных школ. При этом речь не идет о закрытии школ. Они продолжат работать в тех же населенных комнатах. Укрупнение образовательных организаций позволит исключить статус малокомплектных школ и не поднимать в дальнейшем вопрос о ликвидации сельских образовательных организаций с малой численностью детей, менее нормативных. При создании филиалов на базе действующих малокомплектных школ для детей и родителей не изменятся условия обучения. Будут сохранены все классы, останутся те же учителя, руководство школы, ослуживающий персонал. Не планируется осуществлять подвоз в базовой школе, только исключение составит, если в 10 класс детских хозяев. Тогда без проблем. Автобусы есть у нас везде, мы спокойно можем в 10 класс открыть в базовой школе и возить детей с филиалов. Дети продолжат получать образование в привычных для них условиях. После объединения школ все дети, которые обучаются в базовых школах и их филиалов по завершении обучения, будут получать аттестаты средней школы, которая является базовой. То есть все базовые школы подобраны таким образом, чтобы они давали среднее полное образование. Это поможет детям более уверенно зачисляться на обучении в старшие классы и в тех, кто мы не захотели. Полукомплектные учреждения в приоритетном порядке включаются во все мероприятия, предусмотренные национальным проектом образования и государственные программы, в том числе программы и проекты по ремонту зданий школ, проекты по их оснащению современным учебным и конструкторным оборудованием. На период 2024 года спланировано участие сельских школ Блоковского района в проекте по созданию инцентра по обучению «Точка роста», там, где еще их нет, по ремонту спортивных залов, по оснащению современными компьютерами. В целевых показателях всех указанных мероприятий присутствует численность детей, для которых обеспечены современные условия обучения. Малкомплектные школы такие проекты запустить практически нереально. Важными факторами функционирования сельских школ являются условия труда трудовых коллективов. В результате реорганизации директор школ продолжит руководить своими работниками, для них изменится наименование должности, вместо директора школы будет руководитель левого. Остальные работники останутся на своих должностях, при этом заработная плата у них не уменьшится при сохранении нагрузки. При реорганизации не будет сокращения и увольнения. У работников будет внесена запись в данных книжках по переименованию нескольких работ. Стач при этом не будет прерываться. В случае болезни и увольнения педагога, работающего в филиале, возможно его замена на имя больничного, учителем и с базовой школой, поскольку все они будут работниками одной организации. Это позволит не прерывать обучение детей. Оформление школы документации останется на местах. Без родителям не нужно будет делать за справку не в базовую школу, предусмотрена печать для справок, которая будет в каждом филиале. Итак, планируются следующие изменения. В Натальинском муниципальном образовании планируется реорганизация одна школа в селе Натальино, которая планируется присоединить к школе номер 28 города Волокова. В Багватровском муниципальном образовании реорганизации предусмотрены 7 школ в селах Красный Ярд, Еланг, Плеханый, Алянг, Покопатров, Малый Перекопной, Корнишка. В школе села Красный Яр планируется присоединение к школе номер 5 города Волокова. В школе села Еланг и Плеханый в школе села Маянг. В школе села Багватров и Малый Перекопной в школе села Покиншка имени Волокова. В результате предлагаемой реорганизации общее число малокомплектных школ будет сокращено с 11 до 4, что позволит сохранить школы во всех сельских населенных пунктах, которые они сейчас работают. Для проведения реорганизации в 23 году были выбраны школы самой низкой наполняемостью детей. Ежегодно по ним встает вопрос о необходимости в том, что в других учреждениях или организации подвоза в школу. Мы считаем важным сохранить школы во всех школах Балаковского района, где они работают сейчас. Кроме того, нужно не допустить сокращение классов и переходы школ из средних, основные или даже начальни. Это не допустимо. Филиал может существовать при любой выполненности. И тот статус, который имеет на сегодня, каждый филиал может сохраниться. При объединении школ с филиалом, в которых будут функционированы все, мы сохраним возможность обучаться до 11 класса. При проработке предложений по реорганизации школ, нами учитывалось наличие даже школьных автобусов, чтобы связь между филиалами и базовыми школами была постоянной. То есть у нас практически во всех школах, в базовых филиалах, во многих, есть школьные автобусы. В соответствии с пунктом 4, часть 1, статьи 9 Федерального закона 2.7.7.7 образования в Российской Федерации, полномочий органов местного самоуправления муниципальных, GUY周 год по решению вопросов местного значения в сфере образования, относятся к созданию, реорганизации, репередации муниципальных образовательных организаций, осуществлению функций по мучшим учредителям муниципальных образовательных организаций. Мы как раз уходим на статус юридического лица, потому что финансирование, в соответствии с действующим законодательством, должно осуществляться, если школа полупомплектов. Поскольку мы заводим филиал, она продолжает финансироваться как малупомплектовая школа. Она не регулирует как юрлицо, она остается на том же финансировании, на котором она находится сейчас, с поведением до драматива до 12 человек власти. То есть там вот такая хитрость, во-первых, в школу, то есть если это филиал, независимо от того, что там три ребенка в классе идет доведение, в результате не теряет зарплат учителя, потому что практически учителей себе найти как-то невозможно. Поэтому мы удерживаем штаб и зарплату в том фонде, который они существуют.